Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ТИСА. ТИСА, вы знаете, многие говорят, что это потрясающий урок того, что никогда не бывает все потеряно окончательно. Никогда не бывает такой ситуации, когда не было надежды и когда нет выхода. Всевышний дал нам священную тору. Скрижали были собственноручно сделаны Богом, идеальные скрижали, безупречные скрижали, и скрижали безупречно, безупречного мира. И тут мы все испортили. И что? Что все кончено? Больше нет надежды? Мы за гранью искупления? Что произошло? Ведь в конечном счете идолопоглонство, которое было проявлено частью людей, это и прописано всему народу, это хуже нет. Мы разрушили первые две заповеди, скрижали разбитые на мелкие кусочки. Мы ничто не достойны больше, продемонстрировав свою неверность получить что-то. Все пропало. Что происходит? Тора учит нас совсем другому. Не все потеряно учит Тора. Как бы ни было ужасно, как бы ни было сложно. А это действительно ужасно, когда человек там такое творит. И тем не менее написано, можно исправить ситуацию. Мы сейчас сделали новые скрижали. Они будут не совсем такие, как первые. Но все же они будут скрижалями завета. Мы можем собрать осколки. Все на месте. Один такой раввин говорил о значении, кто знает, разбивают стакан под хупой. И помимо того, что это напоминает нам о разрушенном храме, этот обряд еще и дает важный жизненный урок. Вот тем двум молодым людям, которые вступают в совместный жизненный путь. Что происходит после того, как разбивается стакан. Все кричат Мазалтов, Симентов. Что сломалось? Ну хорошо, это не конец света. Починим. Есть все варианты другие. Мы можем даже посмеяться над этим. И может дальше идти счастливые по жизни. Ничего страшного. Это тоже пройдет. Все проходит. Это очень практичный, примиряющий совет молодоженов. И применимый к нашей жизни вообще. Понимаете, многие умеют напортачить. Некоторые умеют даже напортачить по-крупному. Человечество в целом это делает вообще блестяще. И что после этого? После этого все равно есть надежда. Что бы ни случилось в нашей жизни. Что бы ни случилось в мире. Есть надежда. В жизни есть возможность собрать осколки, говорит Тора. Будь то по отношению с Богом, между супругами, детьми, коллегами. Мы можем исправить ситуацию. Да, так написал Бог, который лучше нас знает. Если могли люди прийти в себя после золотого тельца, то уж наши проблемы точно меньше, чем их. Вообще очень интересная вещь. Всегда можно исправить ситуацию, кроме одной такой вещи, сказал мудрецы. Если человек идет против воли Всевышнего, то надежда остается. Если он греша полон огорчения, иногда раскаивается, печать, то все в порядке. Может быть раскается еще и исправить поступки. Но если он делает это с удовольствием, тогда все безнадежно. И, знаете, надо двигаться, надо что-то пытаться поменять. Многие люди говорят, какой смысл? Я все равно вот это сделаю, вот это не сделаю. Есть ли смысл в компромиссе? Например, соблюдать там кашруты, я к примеру говорю, и ходить без скипа. Ответ очень простой, говорим мудрецы. Никто не совершенен. Говорится о книге экклезиаста. Нет на земле праведника, который творит добро и тем не менее не согрешил. Это ведь ни в какой мере не умаляет добродетелей праведника. То есть правед, то что сделал не так, но на самом деле он праведник. И каждый положительный поступок, он увлекает человека в совершенно других делах. Надо практиковаться. Компромисс нужен, знаете, компромисс. А, кстати, про компромисс расскажу короткий анекдот. Он связан с очень известным человеком, был такой баба Сали. Вот к нему пришел один хасид и говорит, Рыба, моя жена категорически против бороды. Что делать? Ну, через некоторое время он говорит, пригласи свою жену. Пришел он с женой. Он говорит, смотрите, я посмотрел на небо, ваша удача и вообще все, что в вашей жизни зависит от бороды. Без этого у вас ничего не получится. А кто из вас будет носить бороду, ты или твоя жена, это вы решите сами. Так, шутка. Итак, знаете, надежда есть всегда, этому учит нас недельная глава. Больше того, надежда есть даже ушедших из этого мира. Почему мы, кто знает, кладем осколок камня на краюшек могилы, сверху на плиту? Обратите внимание, на еврейских кладбищах везде, кто приходит, камешек кладут. Слово црор означает осколок. Мы говорим фразу, сказанную пророчицей Авегаль, чтобы душа была прикреплена к осколкам жизни, к умершим, со всеми умершими вместе. Не, простите, что я запутал. Итак, чтобы душа была прикреплена осколком жизни, к трону почета, и оживлена во время оживления мертвых вместе с умершим. Итак, осколки камня, как знак веры и надежды на будущее оживления, лежащих в прахе. У них есть оживление, у них есть надежда. То есть она есть и у нас. Великая надежда. Надо только верить и смотреть вперед. Брахава от слаха.